Всем привет, друзья! С вами Реалайз, и сегодня мы поговорим про такое интересное место, как Зал Печатей. Найти этот зал можно в портале Волшебной Площади. Когда вы здесь перемещаетесь между этажами, у вас есть вероятность того, что вы найдете этаж, посреди которого стоит огромный камень, и в нем торчит меч. Если вы его обнаружили, значит вам повезло. Теперь у вас есть 60 секунд на то, чтобы просто извлечь этот меч, и если вам никто не помешает, то вы получите довольно-таки вкусную награду, особенно если у вас работает удача. Но помимо основных наград, у вас остается фрагмент меча. Найти его можно во вкладке «Материалы», у меня он в самом низу, это фрагмент старого меча. И вот, собственно, почему я записываю этот видеоролик. Потому что я узнал, что очень многие его просто продают торгашу за 20 тысяч меди. И этого делать нельзя, потому что если мы присмотримся внимательно, это материал для создания, то есть из него можно что-то создавать. А именно, вы его можете отнести ремесленнику духовной общины Огисику, и он что-нибудь для вас изготовит. И самый главный вопрос, где его найти? Один из сокланов у нас смог это сделать, поэтому заранее вас предупреждаю, ребят, копите эти фрагменты и никуда не продавайте. Ну а теперь давайте посмотрим, где же найти этого NPC, который нам их поменяет в дальнейшем на какие-то предметы. Мы заходим на карту мира, выбираем «Большая карта», и вот она, зона духовной общины. Заходим в нее, как вы видите, локация у нас откроется еще не скоро, но тем не менее, здесь есть городок под названием «Духовная община». Заходим в этот город, и видим, вот он, ремесленник Огисик. Какой там будет товар, мне неизвестно, но самое главное, вы теперь знаете, куда их можно будет деть. Да и в целом, постарайтесь не продавать какие-то материалы, если вы не знаете, для чего их используют. Спросите своих соклановцев, либо задайте вопрос в комментариях. На этом я буду заканчивать свой видеоролик, всем, друзья, удачи, всем пока!